Лезем наверх. Лезем, 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 лезем. В таком состоянии главное не потерять равновесие, говорят бывалые. В этом походе каждому участнику досталось одно из самых тяжелых испытаний альпиниста. Высотная или, как ее еще называют, горная болезнь. Просто человек делает несколько шагов, у него не хватает кислорода, сердце колотится. 200 ударов в минуту, и не хватает кислорода, начинаешь дышать. Днем палящее солнце, ночью горный холод, мороз минус 20. Ночевали альпинисты в палатках, базовый лагерь разбили на высоте 4200 метров. Тяжелая климатизация и снова в путь. Восхождение длилось трое суток. В такое экстремальное путешествие могут отправиться только очень выносливые люди. Владимир Миляев и Павел Верещагин. Преподаватели Бийского технологического института. Горы покоряют уже более 10 лет. Ак-Тру, Белуха и Кту. И вот теперь самая высокая точка России и Европы. Эльбрус. Поднимаешься на плато, которое находится перед вершиной, видишь эту вершину и немного остается. И как ни странно, у тебя силы не исчезают и появляются. Всего в экспедиции участвовало 23 человека. Это сборная Алтайского края, спортсмены из Кемеровской области и Якутска. До вершины дошли не все, только 10 человек. В том числе и наши бийчане. 5642 метра. Вершина, на которой немцы в 42-м году установили свои штандарты. А уже в 43-м наши войска их сорвали. Флаг победы на Эльбрусе. Зашли. Сборная Алтайского края. Мы здесь. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских. БИСК. Специально для наших новостей.